Приветствую всех друзей канала Fornax Film Я вновь вещаю с выставки Салон Каминов 2020 Выставка уже закрывается, сегодня закрывается Но не освещенными, не охваченными остался, пожалуй, один из самых интересных стендов На котором постоянно очень много народа Это стенд компании Gefest, компания Технолит, которая делает печень Gefest Хорошо вам всем знакомые Просто невозможно было прорваться Настолько ажиотаж вокруг этих чугунных печей И все специалисты постоянно заняты Но вот после окончания выставки Александр любезно согласился Добрый день Рассказать мне о новинках Я думаю, что новинка вам понравится Вчера я делал кратенький анонс Но сейчас более подробно и более правильно мы вам про нее расскажем Ну, Александр, все ваши новинки Они изготовлены по такой довольно сложной технологии Всем известно, что плоские детали отливать хорошо довольно сложно Действительно, мы не один год поломали свои руки, головы, прежде чем научились это делать Действительно качественно то, что в печи не стыдно сейчас ни капельки за них Да, и у вас... Ну, из этой технологии как бы сейчас выжили все Ассортимент огромной печи по такой конструкции Сделано от самых маленьких до самых мощных коммерческих Недавно, относительно недавно добавилась линейка Гроза И сейчас она тоже активно продается Но на выставке я увидел вон ту чудесную округлую печь Которая просто радикально отличается от того, к чему привыкли все покупатели Привыкли продавцы Видя, вот, пусть угловатые, но в то же время элегантные такие вот печи Гефест Расскажи мне, что это за новинка И познакомь наших зрителей с ней Ну да, ну, когда мы создавали эту печь Какую задачу пытались решить Чтобы как можно больше уменьшить Да, как сделать компактный по длине и по ширине Да, но при этом печь должна была вырасти в высоту И хотелось задействовать все-таки из плоскостного литья Мы выжили, мне кажется, уже по максимуму Хотелось попробовать себя в круглой форме, цилиндрической Потому что у цилиндрических деталей свое преимущество Это распределение нагрузок равномерно по всей детали Плоские детали, да, нагрузки могут в какой-то точке одной собраться И как повлиять на надежность Мы долго с этим справлялись Эти печи по надежности очень высоки Ну и хотелось сделать другую Пойдем подробнее Давай, с удовольствием Здесь печь полуразобрана Да, пусть вас не пугает ее внешний вид Но сделано это специально для того, чтобы мы могли увидеть все детали Все внутренности о том, как эта печь работает Сейчас Александр расскажет Нас, конечно, пытаются выкурить сейчас со стенда Освещение выключает Но, тем не менее, я думаю, мы продолжим Да, все видно прекрасно Это не помешает Так, ну давай, пониже покажу Печь сборной конструкции Соответственно, это основание печи На ней собирается все остальное На основании есть вот такая вот опорная площадка На ней будут задерживаться и камни, когда они будут загружаться в сетку И на ней уже будут собираться облицовками То есть несколько назначений у этого борта Далее идет сам корпус топки, состоящий вот из двух деталей Также это два, ну, грубо говоря, кольца, да, цилиндрических Это топка, куда загружаются дрова непосредственно Заканчивается первая камера Таким зубом-отбойником У которого есть три вот таких отверстия Откуда выходит пламя То есть пламя распределяется на три потока Сначала по сторонам Нагревая еще сильнее корпус печи Это для нагрева уже, соответственно, воздуха парной А дальше Это верх каменки А дальше Пламя вот так вот с трех сторон Нагревает саму каменку Этому помогают вот эти вот выступы Цилиндрические И уже только потом она выходит в дымоход Температура и теплосъем большой Здесь, да, дымовые газы Они ударяются о стенки вот этих выступов То есть тормозятся, по сути, отдавая свою энергию В свое тепло Передавая чугунной детали вот этой И дальше она передает их уже камням Которые уложены на ней Абсолютно верно, да То есть сохранен тот принцип, который мы используем Кападирмы Это прямой нагрев чугуна Максимальную температуру создавать И получать пару именно отсюда Потому что для хорошего пара Всем известно, что нужна большая температура И нагрев камней Он здесь тоже предусмотрен На это уже работают вот эти вот цилиндрические выступы Камни, находящиеся между ними Будут сильно нагреваться Ну и сами по себе выступы Это площадь, с которой может испаряться вода И пойдем я в законченном видео Да, да, классно Вот предостающие детали, которые как-то Стоят уже желуденную камень для загрузки Здесь будет предусмотрено, соответственно, крепление Которое будет удерживать ламели облицовки То есть печь в облицовке Так же будет Будет предусмотрена регулировка конвекции Если у нас печь в облицовках Так как температура здесь сумасшедшая Мы сами не ожидали, какие мы она выдала Скоро это все, конечно же, обнародуем Поэтому облицовка будет толстая Не менее 4 сантиметров И с плотной поддонкой Чтобы конвекции у нас не было И она была регулируема Соответственно, когда человеку нужно Он бы ее делал, не нужно Мы закрываем И получение пара Для получения пара В данной печи еще будет предусмотрена Паровая пушка с двумя каналами подачи Вот так Две воронки Нижняя будет на дно каменьки вводить И это позволит получать пар Как можно быстрее после начала растопки печи Не дожидаясь, чтобы можно было нагонять паром Второй канал будет распределять воду Уже в массу камней Вот этот первый модуль трубы Который установлен чугунный На выход дымохода Он будет входить в базовую комплектацию печи? Или его нужно будет докупать отдельно? Я думаю, мы предусмотрим разные комплектации И входящие в комплекты И по отдельности Потому что запросы всегда очень разные И нельзя угадать, что человек хочет построить себе вовной Да, это съемная деталь Поэтому здесь будет патрубок Я думаю, в такой комплектации Не обязательно навязывать наши трубы Да, действительно, тоже вариант И это очень надежно Так как это чугун Заканчивается шибером Я не думаю, что стоит от этого отказываться Согласен Ну, вот это тоже Как один из вариантов облицовки Точнее Просто кожух, сетка Который заполняется камнями Тоже будет отдавать постепенно тепло В парную помещение Но еще есть Это та же самая топка Она сейчас спрятана за облицовкой Изменевика Правильно? Совершенно верно Это облицовка из Мевган Это то, что, грубо говоря, так технически просто было сделать Мы на облицовку Что тоже руку набили собственное производство У нас удобно работает Такую облицовку было сделать недолго С ламелями чуть-чуть займет пару недель Да, недолго Такую шикарную вещь Ну, и также можно будет таким же принципом Обмуровать кирпичом Да, если здесь длина от 30 сантиметров Будет на 250 Точно так же можно быть обмуровкой делать Очень-очень интересно Очень здорово все выглядит Но единственное Я еще хотел бы заострить внимание На вот такой штуке Вот такой сетке Она действительно привлекает внимание Но я так понимаю Эта вещь пока еще экспериментальная Вы просто изучаете спрос и думаете Вводить в ассортимент Действительно, да Это получается так довольно недешево Да, вы по себестоимости сделаете Это нержавеющая сталь Качественная сварка, полировка Ну, и действительно такое Несколько смелое решение Потому что весь ассортимент Гефеста Это либо вот подобные типа ковки, сетки Плюс, естественно, облицовки из натурального камня Ну, а здесь уже такая нарядная, блестящая нержавейка Несколько необычная Но, может быть, это действительно И приглянется к какому-то определенному сегменту клиентов И они будут готовы приобрести Пусть и по чуть более дорогой цене Вот в таком виде печь Сейчас я еще попытаюсь вставить Если мне пришлют материалы по этой По работе печи По экспериментам с ней Небольшие видео Посмотрим, как она работает Если же нет, то совсем скоро Я думаю, мы сделаем подробный обзор Когда эта печь появится уже в свободной продаже Александр, ну и самый главный вопрос Стоимость Какую вы предполагаете указать на нее стоимость Для розничных покупателей? Евгений, ну, эта печь предназначена на 25 кубов Мы сначала с ними сомневались На какой объем она вытянет 30-40, да После первых испытаний Однозначенную 25 кубов То есть она довольно мощная Легко вытянета Масса данной печи уже составляет 150 кг Возможно, немного изменится Плюс-минус Топка дорабатываться, скорее всего, не будет Она нас устроила Возможно, там будут значительные доработки Дорабатываться будет внешний вид Ну, оформление, да Это облицовки сетки Дорабатываться будет дверца Это печь, я думаю, она первая Из наших инновационных печь Она получит инновационную дверцу О, как интересно Ну, и по стоимости все-таки А, да, по стоимости, да Так как она на 25 кубов У нас есть печь гроза на 24 кубов У нас есть печь Gefest Также на 25 кубов Вот она займет нишу между ними Ну, то есть, да Наши покупатели, потенциальные покупатели Могут сами сориентироваться Зайдя на сайт fornax.ru Там найти в разделе печи для бани Производителя Gefest Посмотреть, изучить их ассортимент И уже примерно для себя Решить, в какой ценовой категории Эта печка будет Но в любом случае, я думаю, она будет стоить своих денег Потому что чугун используется качественно Все детали прорабатываются И долго выверяются на производстве Это действительно так Ну, и я думаю, эту печь все-таки ждет Такое же успешное и большое будущее Как и в целом все другие изделия компании Gefest Да, ну, в этой печи мы уверены Потому что после того, как в первый раз ее растопили Теоретически было понятно, что она должна Какие показатели выдаст Но они нас немножечко удивили Они превзошли наши ожидания Мы сделали то, что лучше, чем хотели Ну, это очень здорово Мы с вами очень довольны Мы будем с нетерпением ждать, когда эта печь появится в рознице Обязательно следите за новостями на нашем сайте Следите за новостями в наших социальных сетях Подписывайтесь на канал Fornax Film И только так вы узнаете о новинках печного рынка России До встречи! Счастливо! До свидания!